Приветствую вас, друзья! С вами я, Шевченко Александр и канал Академии Счастья. Сегодня говорим о том, как жить в настоящем моменте, здесь и сейчас. Каждый из нас наверняка чувствует, что жизнь, она протекает, течет как процесс, то есть как поток, как время. Мы чувствуем, что оно вроде бы течет от настоящего в будущее. Но на самом деле, если посмотреть именно течение времени, то оно скорее притекает от будущего к настоящему, да, то есть постоянный момент здесь и сейчас. И многие даже говорят о том, что нет на самом деле прошлого или будущего, есть только настоящий момент. И в этом настоящем моменте мы можем находиться, то есть чувствовать, ощущать. Но часто нас выбивает из настоящего момента, то есть какие-то ощущения, прошлое выбивают в будущее, мысли появляются, страхи, то есть хочется что-то поменять и так далее. И вот когда хочется что-то поменять, что мы делаем, да, мы начинаем как-то, ну, какое-то усилие создавать, противоусилие, да, то есть начинаем как-то справляться с какими-то мыслями в уме, ситуациями. То есть появляется такая какая-то навязчивость, да, какая-то сила мы хотим применить. И все это происходит. Ну, почему это происходит на самом деле? Потому что у нас в уме накопилось огромное количество картинок. И мы с ними этими картинками пытаемся бороться, как-то подавлять их, справляться с ними. Вот и происходит вот такая вот путаница неразбериха. То есть мы начинаем чувствовать какие-то негативные эмоции, боли, страхи и так далее. И на самом деле, как можно с этим справиться? Важно посмотреть, как эти картинки, откуда они появились в нашем уме, как они, ну, скажем так, пришли к нам, да. То есть мы постепенно, постепенно двигаемся глубже и глубже и находим эти причины. То есть вот как раз в процессинге я помогаю человеку в этом. И самое как бы важное, что можно, конечно, отслеживать это в настоящем моменте. То есть когда вы чувствуете, что происходит с вами, вы действуете корректно, да, то есть вы чувствуете, вот сейчас со мной происходит это, да, то есть находясь в настоящем моменте. Существуют даже специальные упражнения, они сродни медитации, когда вы просто находитесь здесь и сейчас. То есть вы ощущаете то, что происходит. И вот в этом состоянии как раз происходит самое важное. То есть вы чувствуете это. Когда вас выбивает что-то, просто возвращайте внимание в настоящий момент. Вот, да, бывает это сложно сделать, бывают какие-то сильные вещи выбивают, но все равно возвращайте внимание в настоящий момент. Обязательно, конечно же, не подавляйте то, что выбивает, а наоборот, смотрите, что это, откуда это пришло Могут быть какие-то импульсы извне или что-то внутри включается, да Осознавайте это, вот осознавайте, как это происходит, откуда это идет И таким образом вы сможете это уладить, то есть улаживание путем воспроизведения, как есть То есть что такое воспроизведение? Это точная копия, да То есть вы наблюдаете, что происходит, как это происходит, зачем это происходит, почему соответственно это состояние у вас исцеляется улучшается то есть вы можете увидеть как это происходит когда вы это видите чувствуете то вы можете это исправить когда вы это подавляете вы исправить это не можете то есть усилием как говорится не не исправишь это состояние его можно только посмотреть как она возникла и убрать тот негативный заряд который с этим связан когда вы этот заряд убрали состояние улучшается и вы начинаете действовать осознанно начинаете действовать во благо для себя и для каждого вот таким образом происходит исцеление то есть что такое исцеление этот процесс когда вы можете четко и ясно ощущать что происходит с вами и что происходит вокруг вас во вселенной и когда вы это делаете соответственно состояние ваше выправляется вот поэтому что мы делаем да мы наблюдаем в настоящем моменте и это очень важная практика которая по сути если бы она была возможна на постоянной основе заменила бы все другие практики почему потому что человек осознающий то есть действующий здесь и сейчас он может легко справляться с тем что ну скажем так у него есть в жизни с любыми вещами то есть его ничего не выбивает и вот я когда провожу с людьми упражнения да на присутствие я им помогаю научиться быть настоящем моменте то есть присутствовать находиться здесь и сейчас когда человек освоил этот навык он дальше может осваивать другие навыки навыки взаимодействия с другими людьми то есть общение донесение коммуникации и так далее вот и когда человек освоил эти навыки соответственно ему жить гораздо проще легче то есть это вот курс упражнений которые помогают человеку научиться в настоящем времени быть мы начинаем с присутствия закрытыми глазами Сначала человек учится присутствовать, потом с закрытыми глазами напротив друг друга два человека садятся и наблюдают. Присутствие соединяется с тем, что мы наблюдаем другого человека, то есть присутствуем лицом к лицу с ним. Дальше уже другой человек может, один присутствует, а второй может говорить какие-то вещи, как-то пытаться задеть его, вывести из себя. А второй просто продолжает присутствовать. И потом, когда человек научился уже это делать, у него получается, его ничего не убивает, мы переходим к упражнениям по общению. То есть мы учимся доносить общение в новую единицу времени, здесь и сейчас. Учимся подтверждать общение, потому что часто оно не подтверждается, то есть ему что-то сказали, а человек никак не ответил, не дал подтверждения, и цикл зависает. Даже полуподтверждение очень важный момент, когда нам надо побудить человека продолжать говорить, а мы не знаем, как это делать, и общение останавливается. Очень важен также цикл, когда мы же задали вопрос, не получили ответ, надо повторить этот вопрос, потому что мы же не получили ответ, мы его повторяем, и человек получает еще раз вопрос и дает ответ на него. Вот, и если у человека возникла какая-то оригинация, какое-то обсуждение, да, мы его обрабатываем, да, то есть, ну, помогаем ему как-то справиться с этим, и дальше двигаемся, то есть, задаем снова этот вопрос. Вот, на самом деле, цикл общения – это очень важная вещь, которая помогает каждому существу, каждому духовному существу общаться здесь и сейчас, вот, поэтому, если вам интересно научиться корректно, правильно общаться в настоящем моменте, то записывайтесь на курс по общению, также у меня есть курс по преодолению подъемов и спадов жизни, где вы научитесь определять социальных и антисоциальных личностей, и, соответственно, четко отсеивать их, вот, и общаться с социальными людьми. Вот, что еще? Ну, давайте сделаем практику, она уже у нас стала естественной для каждого видео. Все. Сядьте или лягте в удобном месте, закройте глаза, создайте пространство для сессии, создайте себя в этом пространстве, ощутите, где вы находитесь в этом пространстве, ощутите свое тело в этом пространстве и дальше присутствуйте в настоящем времени, то есть, просто наблюдайте все, что происходит вокруг вас, вот, распространяйте ваше присутствие все дальше и дальше, то есть, на всю Вселенную, вот, максимально широко создавайте это присутствие. Если появляются в этом вашем пространстве какие-то негативные суждения, что-то пытаются выбить, просто продолжайте присутствовать, продолжайте наблюдать это. То есть не пытайтесь как-то это, ну не знаю, там подавить, обесценить или что-то с этим сделать, просто продолжайте присутствовать. Если какое-то суждение или какая-то картинка слишком сильная, посмотрите откуда она идет, то есть какова причина ее возникновения, случай, возможно он придет к вам. И воспроизведите, пройдите через этот случай один, два, три раза, пока он полностью не исчезнет. И дальше продолжайте присутствовать здесь и сейчас и наполняйте пространство любовью, счастьем, то есть в настоящем моменте. Вот это и будет такой вашей постоянной практикой, практикой присутствия в настоящем моменте. И когда вы это почувствуете, что присутствуете, просто дайте возможность этой практике перейти в вашу жизнь, чтобы вы присутствовали здесь и сейчас в жизни настолько, насколько вы можете. То есть, ну понятно, у каждого свой уровень присутствия, продолжайте присутствовать, наблюдать все, что происходит. И это будет такой вашей ежедневной практикой, которую вы можете осуществлять самостоятельно каждое мгновение. Вот, если что-то у вас не получается там в практике или вообще хотите получить бесплатную консультацию, напишите мне в личные сообщения, и мы ее проведем. Я расскажу вам подробнее о том, как находиться здесь и сейчас. Мы можем потом сделать сессию для того, чтобы улучшить ваше состояние. Вот, и что еще я вам хотел сказать. Давайте, да, а, у нас есть еще очень важные такие, такие вещи, которые вы можете применить в своей жизни. Смотрите, то есть каждый человек это духовное существо. И когда сознание расширено, то мы можем в большей мере присутствовать в настоящем времени. Поэтому каждый момент максимально увеличивайте степень осознанности, насколько вы это можете. То есть ваша степень осознанности это ваше как раз наблюдение того, что происходит, то есть в настоящем моменте. Как это лучше сделать, вы можете узнать в описании. Я напишу подробно, как это можно сделать, поэтому почитайте обязательно описание. Также там все мои контакты в описании, добавляйтесь в друзья в соцсетях. Мои книги «Миры вечного познания» и «Полное исцеление» также можете их скачать, прочитать по ссылкам в описании. Вот. И, конечно же, сейчас на экране появятся новые видео, которые есть на моем канале. Это видео о том, как исцелить негативный заряд и видео о том, как изменить судьбу. Вот. И, конечно же, подписка на мой канал и также мой сайт, где вы можете узнать больше информации о Академии счастья, о том, как можно исцелять свое состояние. И также можно записаться на бесплатную консультацию. Можно написать мне в Viber или в любой удобной для вас соцсети, где мы на консультации. Я выслушаю вас, узнаю о том, какое у вас состояние, и мы разберем, как можно его улучшить. Потом можно будет сделать сессию, где действительно вы почувствуете это исцеление, узнаете о том, как можно в реальности изменять свою судьбу. То есть не просто в теории, да, а в реальности увидите эти изменения и почувствуете их на практике. Так что, друзья, я вам желаю счастья, гармонии. Напомню, меня зовут Шевченко Александр. Это проект Академии счастья. И, конечно же, если видео вам полезным, ставьте отметку «Нравится», да, подписывайтесь на мой канал. И добавляйтесь в друзья в соцсетях. Включайте колокольчик, напоминания о новых видео. И поделитесь этим видео с вашими друзьями. А мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. До скорой встречи.